Доброе утро, дорогие друзья! У нас сегодня последний завтрак в нашем отеле. И сегодня вообще никого нет. Мы даже вот, чтобы нам сделали яичницу, мы попросили позвать кого-нибудь. И девушка нас, она уже помнит, она с нами разговаривает, она... Саша ей даже что-то уже подарил вчера. Я говорю, у нас же завтра последний день, рано ты даришь. Он говорит, ну пусть. И все равно она сейчас подошла и говорит, скажите, пожалуйста, вашу комнату. Номер комнаты. Саша говорит, 303-я. Всем приятного аппетита. Очень вкусный сегодня маршрум-суп. Такой прямо яичница, кофе. И сегодня у нас такси и аэропорт. Будем в отеле. Дипок. Дипок. Веливин. Мы уезжаем. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Как дела? Мне хорошо. Как у вас дела? Нормально? Последний день. Мы уезжаем. Улетаем в Дели сегодня. А сегодня уезжаю? Угу. Сколько? Десять дней пробыли. Уезжаем в два часа. Самолет. В два часа. В два часа дня. Хорошо, хорошо. Ну, как садили, нормально было. Все хорошо. Все понравилось. Угу. Спасибо большое. Непал первый раз приехали? Да, я первый раз. Ну, как? Понравился ли? Непал очень понравился. Я бы, наверное, здесь хотела жить. Может быть. Да, да. Климат хороший для меня. Люди хорошие. Да? Спасибо. Люди очень добрые. Спасибо большое. Погода очень нравится. Вот температура нравится. Все нравится. Угу. А ты будешь, который там малый? Ну, где там снег? Ну, в следующем году приедем и уже поедем куда-нибудь в Покору или... Угу. Вот. Спасибо за все. Увидимся в следующем году. Ты здесь будешь работать? Да, здесь. Угу. Ну, даже если мы будем в другом отеле, зайдем поздороваться к тебе. Давай. Счастливо. Пока. Счастливо. Спасибо, Дипак. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Вот такой вот ключ. И, кстати, на ключе написан номер комнаты. И каждый раз на завтраке мы показываем. Он говорит, ты что меня не запомнил? Говорит, запомнил, не запомнил. Может, ты выписался. Ключи. Ай. Гон. Финиш. Чакал. Спасибо. Дор из опен. хэви почему-то мой лагерь по-моему поместится сейчас тоже а так а и и и и и и и Вот такие, как Далайлами повязывают белые шарфы. Они записали номер такси, это наверное с аутсайда просто вызвали, нам каждый день по две бутылки воды давали. В основном мы выпивали, а сегодня у нас осталась бутылка, он говорит отдам таксиста. Играет музыка. Играет музыка. Мы едем наравне с пешеходами, вот этот человек уже рядом с нами, давно идет. Вот полиция, мой друг, еще раз смотрим, вот где пост полицейских. Лучше пораньше уехать, чтобы в трафик, если попасть и простоять тут полчаса, чтобы не опоздать никуда. Водитель смеется. Мы просто мимо школы, что ли, ехали мимо стадиона и дети кинули мячик и он к нам под колеса покатился, начал прыгать. Играет музыка. Играет музыка. Международный аэропорт. Сейчас прислали из отеля Саши фотку, что он там забыл свои часы и два украшения. Они послали кого-то, да? А, он говорит, пришлите кого-нибудь на байк такси и я заплачу за это такси. Они говорят, мы уже отправили кого-то, нам дали девятнадцатый ряд. Саши опять спорят, мне нужно впереди, мне нужно окна. Вот сейчас у нас опять будет на полчаса разборка. И так каждый раз. Мы ходим спереди и у окна. Чтобы видеть ступу, мы должны получить окно A. Чтобы видеть горы, мы должны, наоборот, с другой стороны сесть. Вот сейчас вот у нас немножко дилемма стоит. А опять нам не дали у винду окна? Что ж такое-то? Нам надо окна. Привезли наши часы и украшения. Звонят из отеля. Надо сейчас выйти забрать. А мы тут третий раз меняем. Нам опять не понравилось. Ну вот не знаю, 6 и мой билет. Это у окна или не у окна? Вначале нас хотели на девятнадцатый посадить. Саши отказался. Потом еще что-то не так. В итоге мы долго очень регистрировались, меняли, меняли, меняли. А, вот они принесли часы и два украшения. Шаши Кумар. Твоё окна. Он говорит, я тебе дам своё место, уступлю окна, моё в середине. Он говорит, конечно же, я тебе уступлю своё. Для того и боролся. На, паспорт, паспорт. Чтобы зайти сюда, стоят военные, проверяют, есть ли посадочный талон. Гости сюда уже наверх не приедут. Ну, наконец-то. Ой, прямо выход на взлетную полосу. Смотрите-ка. Прошли паспортный контроль. Прошли таможенный досмотр. Всё. И вышли в зал ожидания. Надо что-то такого усугубить. Кофе, чай. Да. Давай пепси. Живу с шопоголиком. На перегонки меня шопятся. Что ты купил? Я купил кофе. Для тебя кофе. Для меня нету пепси, нету колы. Маунт Дью. Хорошо. А, два вегетарианских сэндвича. Хорошо, спасибо. Здесь всего один магазин небольшой в зоне вылета. Сникерсы. Шоколадки. Стоит 1100. Непальский хруппий. 9 долларов. Где-то так. Этот 850. 2200. 4000. 1700. Будху. Блесинг. Кофе может? Что это? Кофе. 1700 в зернах. 2500. Говорю, эти что ли часы ты забыла? Нет. Я, говорит, в компьютер же положил. А, такие. Ага. А чем? Любит он часы. А я тоже где-то посеяла. Он, ну как, как дорогие. Не особо дорогие. Но вот он мне купил за 8000, а я их где-то в Джайпуре потеряла. Вот в среднем так. Вот у него такие расценки на часы. От 8 до 10 тысяч. Но тоже жалко потерять. Ирина, сегодня 7 января. Рождество. А мы с вами никак не доберемся до Нового года. Уже пропадает интерес. Не актуально. И приходит разочарование. Я написала, что я могу поделать. Снимаю много. Монтировать по 5 видео в день нет физической возможности. Даже 2 видео в день выпустят для меня подвиг. Чтобы не разочароваться, лучше не очароваться. Делаю все, что в моих силах. Друзья, на самом деле, а вот какая вот именно смысл ноздря в ноздрю. Вот этот день смотреть с кем-то в этот день. А если через год это видео посмотрите. Думаете, кто манду будет другим. То же самое будет. А если на старый Новый год посмотрите видео про этот Новый год. Я снимаю с утра до вечера. У меня накоплено очень много. Ну а когда вы думаете монтировать? Вот те, кто вообще каналы имеют, они понимают, что монтаж это тоже время. Я приехала, бах, на подушку и уснула. Это я еще успеваю проснуться в 5 помонтировать там, да. Или подольше посидеть, помонтировать. И я открываю два видео в день. Их надо не только смонтировать. Их надо сохранить. Их надо загрузить. Там их надо потом оформить все такое и открыть. Еще там обложки, может быть, сделать. Это еще несколько часов работы в день. Я вообще не собиралась даже снимать, вернее монтировать отсюда. Сделала бы 10-дневный перерыв. И потом стала бы выпускаться уже из Гуа или из Дели. Ну думаю, не, ну все равно надо как-то это показывать, где мы. И все равно упреки. Ну что изменится? Что изменится, если вы посмотрите видео недельной давности? Абсолютно ничего. Я думаю, та же погода, те же люди, тот же Катманду, тот же Непал. Ничего не изменится. Просто потому, что это все приурочено к какому-то празднику, к Новому году. Вы знаете, что есть отставания. А если бы это были обычные дни... Опа, смотрите, самолет полетел. Безо всяких праздников. Вы бы даже не поняли, что есть отставания. Что он говорит? Когда я его звоню, я молодой гражданин. Он сказал, что следующий бассейн будет открыт. Раздельно женщины и мужчины. Интересно. Саши уже вон прошел, а мы еще не сдвинулись Женщины только одну женщину проверили У них еще один досмотр багажа Я смотрю, Саши портфель открыл, компьютер показал Как это так? Приходит в самолет, еще один досмотр Мы уже третий досмотр проходим Куда-то надо Спасибо Не-не, что тут сейчас лететь в подушку Спать, когда мне спать, там такие горы будут Спать будет некогда Спасибо за окошечко В общем, если садишься с этой стороны Если ты садишь на этой стороне, то увидишь ступа Если ты садишь на этой стороне, то увидишь маунтин Маунтин Петта Ступу мы уже видели Один мой чек Все Но я люблю вендой чек Мне нравятся досмотры Чем больше досмотров, тем безопаснее Самолет Шри-Ланки О, даже чемоданы Наверное